В своем непростом и, казалось бы, неженском деле Елена Ковалева одна из лучших. Коллеги говорят, ей все ни по чем. И обои поклеит, и стену подмолюет, и потолок подшпаклюет. Больше всего, признается специалист с 10-летним стажем, любит красить валиком ровно и без полос. Когда мы делаем рисунки, людям тоже нравится, жильцы обращают на это внимание, разукрашивают детям площадки детские, чтобы они были яркие, красивые, чтобы было приятно и детям поиграть, и родителям рядом побыть. В Бобруйске в 2021-м сделали ставку на капитальный ремонт. В 20 многоквартирных домах обновились кровля, фасад, канализационная сеть, тепло- и водоснабжение. По необходимости заменены счетчики. Плюс отремонтировано 30 подъездов. Новыми красками заиграли 490 детских и спортивных площадок. Дополнительных установлено 6. По текущему ремонту жилищного фонда на 2022 год мы планируем, согласно плану, утвержденному, выполнение работ по ремонту кровель, инженерного оборудования в части замены, канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения в подвалах жилых домов, затем ремонт фасадов, входов, подъезды, установка поручней, пандусов, а также ремонт отмостки. Производительность труда жилищно-коммунального хозяйства за год выросла аж в три раза. Существенно пополнился автопарк, универсальные погрузчики, новенькие автогрейдеры и мусоровозы, плужно-щеточные и комбинированные машины. В ЖРО Первомайского района появилось семейство тракторов «Беларусь». Было приобретено три единицы техники и плюс к ней еще навесное оборудование. Значит, была приобретена машина уборочная с навесным оборудованием для подметания, уборки снега. Дополнительно к ней приобреталась коса для козьбы и разбрасыватель для соляно-песчаной смеси. Данная техника позволяет более эффективно производить комплексную уборку и чистку от снега, листвы, мусора. В 2021-м в Бобруйске активно обновлялись дороги. Сикорского, Минская, Интернациональная, Энергетиков, 50 лет ВЛКСМ, Георгиевский и Проспект Строителей. Один из самых крупных апгрейдов – от микрорайона Северный до конечной второго маршрута троллейбуса. Всего отремонтировано свыше 207 тысяч квадратных метров покрытия. Благодаря госпрограмме «Теплоэнергетика» ежегодно проводит и замену изношенных трубопроводов на эффективные изолированные. За 2021-й обновлено свыше 4,5 километров сетей водоснабжения. Срок службы современного оборудования выше, а гидравлические потери ниже, меньше и затраты. Наше предприятие еще выполняет множество других работ по обслуживанию этих же теплотраж, чтобы они, по крайней мере, еще служили нам долго и правильно, чтобы экономить и свои средства, и средства бюджета. А в этом здании на Орловского строится новая котельная. Готовность 70%. Тепло и горячая вода отсюда будут подаваться в 10 жилых домов и 3 учреждения образования. В 20-й и 46-й детский сад и дюж номер один. Проект разрабатывался с учетом всех современных требований. Это гарантирует соблюдение норм по содержанию в воздухе вредных выбросов. Котельная будет работать на природном газе. Оборудовании здесь установлена итальянская. Система значительно сократит затраты на производство тепловой энергии. В жилищно-коммунальном хозяйстве Бобруйска работает свыше 2000 человек. Люди, которые делают наш город чище, красивее и уютнее. И это факт. За 2021-й специалисты выполнили все доведенные показатели госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 100%. Потому в адрес лучших в преддверии профессионального праздника звучат слова поздравления. Не забыли и про ветеранов. Прошлый год, я считаю, отработали достаточно успешно. Да, есть много вопросов еще, но мы стараемся и двигаемся вперед, на месте не стоим. Думаю, что в текущем году мы продолжим трудиться на благо всех жителей города Бобруйска. Переоценить роль специалистов жилищно-коммунальных и бытовых служб достаточно сложно. Ведь именно благодаря им благоухает город, проводятся проекты по благоустройству и озеленению малой родины. Все это, несмотря на время года и красные дни календаря. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.